что такое социализм многие товарищи которые приступили к изучению марксизма задают зачастую такой вопрос какой социализм был в СССР и был ли он вообще в СССР и какой вообще бывает социализм вот я хотел бы воспользоваться работой товарищей Попова и Тюлькина связаны со 150 летим со дня рождения Владимира Ильича Ильина где они попытались осветить этот именно вопрос вот и в этой работе сказано разворота теоретики сторонники социалистической идеи а еще более противники выдали множество характеристик советского социализма как только наш советский строй не называли ранний и неразвитый тотального обобществления деформированный казарменный с бюрократическими извращениями и так далее распространена также точка зрения которые придерживаются в том числе руководящие теоретики из КПРФ что поражение потерпела модель раннего социализма которая себя хорошо зарекомендовала в первой половине 20 века но якобы не стала соответствовать изменившимся условиям научно-технического прогресса и более раскрепощенного демократического общества следует исходить из того ленинского положения что социализм есть не полный коммунизм низшая фаза коммунистической формации он неизбежно несет во всех отношениях отпечаток старого капиталистического строя из которого он вышел здесь каждый еще объективно заинтересован как в росте общественного богатства так и в увеличении своей личной доли в нем используя это обстоятельство оппортунисты пытаются теоретически оторвать социализм от коммунизма сконструировать модели социализма с органически встроенной частой собственностью безработицей политическим и экономическим плюрализмом однако никакого другого научного социализма кроме социализма как первой фазы коммунизма быть не может при этом основой подлинного коммунизма являются общекоммунистические отношения проходящие разумеется с разной степенью зрелости через переходный от капитализма к социализму период и обе фазы коммунизма какие же это общекоммунистические отношения такие отношения развивающиеся вместе с продвижением по пути полному коммунизму включают следующее положение первое общественную собственность на землю и на все основные средства производства и сферы обращения второе планомерное развитие народного хозяйства и других сфер общественной жизни третье полную занятость населения четвертое заботу общества о содержании еще не трудоспособных это дети и уже не трудоспособных старики и инвалиды пятое обеспечение обществом равных условий для выявления и развития способностей всех членов общества это обеспечивается чем бесплатным и работоступным образованием и здравоохранением ну и шестое что хочется отметить это управление производством и общественной жизнью через систему советов трудящихся на всех уровнях вот такие как бы составляющие общекоммунистических отношений хочется выделить далее по мере развития социалистического общества постепенно будут исчезать различия между умственным умственным и физическим трудом городским и сельским положением и так далее из общественной обязанности стимулируемой материальной заинтересованностью труд должен превратиться в творчество то есть из обязанности тут нужно превратиться в творчество и таким образом станет сам себе награды поскольку возможность творить есть первое жизненная потребность человека. Основной принцип социализма, каждый по способности, каждому по труду, перерастает постепенно в принцип коммунизма, каждый по способности, каждому по потребности. В процессе развития социализм, как первая фаза коммунизма, неполный, освобождается от следов капитализма в экономическом, нравственном, умственном отношениях и переходит в свою высшую фазу, полный коммунизм. Движение к коммунизму закономерно, и всему человечеству предстоит совершить этот путь. Движение к коммунизму осуществляется тем успешнее, чем сознательнее и организованнее борьба. Историческое творчество рабочего класса и его союзников. Социалистическая революция становится лишь тогда возможной, когда ее необходимость осознается реальным политическим большинством организованных рабочих, способным поднять на борьбу и повести за собой самые широкие массы трудящихся. Совершают революцию не заговорщики, не партии, а массы во главе с революционным классом. Революционной смене общественного строя предшествует революция в сознании людей. Вооружить рабочий класс идейно, придать его борьбе большую целенаправленность и тем уберечь от лишних жертв и ложных иллюзий – вот в чем видит свой долг коммунистическая партия. Коммунистическая идея лишь тогда становится действенной материальной силой, когда овладевает массами рабочих. Марксинско-Леевская теория не диктует детальных рецептов и идеальных моделей будущего общества. Маркс и Энглис писали, что коммунизм – не состояние, которое должно быть установлено, не идеал, с которым должна сообразовываться действительность. Коммунизмом они называли действительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние, несправедливое и тормозящее развитие общества. Социализм бывает таким, каким он вышел из капитализма в зависимости от складывающихся условий. Он может быть и суровым, и жестоким, и несытым, и даже кровавым. При социализме классовая борьба не заканчивается, а приобретает новые формы. Продолжается, как борьба пролетарской, коммунистической, созидательной тенденции с мелкобуржуазной, часто собственнической тенденцией. То есть при социализме классовая борьба не останавливается. Она продолжается, но формы ее значительно меняются. И в основном это созидательные тенденции, борются с мелкобуржуазной отсталой тенденцией. Обязательной характеристикой социализма является власть, осуществляющая диктатуру пролетариата и обеспечивающая победу коммунистической тенденции. При этом социализм можно характеризовать в политической, в экономической области и в морально-нравственном плане. Какие черты характерны для социализма в политической области? Социализм по ленинскому определению есть уничтожение классов. То есть социализм это борьба или работа по уничтожению классов. То есть движение к преодолению классовых различий. В том числе различий между умственным и физическим трудом и так далее. Ленин разъясняет, что уничтожение классов дело долгой, трудной, упорной классовой борьбы. Которая после свержения власти капитала, после разрушения буржуазного государства, после установления диктатуры пролетариата не исчезает, как воображают пошлики старого социализма и старой социал-демократии. А только меняет свои формы, становясь во многих отношениях еще ожесточеннее. Вот такую мысль изложил Владимир Ильич. Это что касается политической области. В экономической области социализм характеризуется как преодоление элементов и момента товарности в непосредственно общественном производстве. То есть в экономической области основная задача социализма это преодоление товарности. В морально-нравственном плане социализм обеспечивает все большие возможности для свободного развития всех и каждого. Каждого человека в обществе социализм предусматривает обеспечить возможности для развития. Совершались ли советским руководством и партией ошибки при строительстве социализма в нашей стране? Конечно совершались. Когда люди идут впервые путем неизведанных и в условиях не только неизвестных, но и неиноверно трудных, при бешеном сопротивлении всего старого буржуазного мира думать, что можно обойтись совсем без ошибок, говорить, что надо было не так, это политическое ханжество и чманство. Следует отличать ошибки борьбы от ренегатства и самодурства. Наши предшественники, коммунисты-большевики под руководством Ленина, а затем Сталина, достойно прошли свой отрезок пути. Большевики были ортодоксальными марксистами-революционерами. В теории и на практике они придерживались не каких-то догм, они укоснительно руководствовались основополагающими принципами марксизма и прежде всего в классовой борьбе. Поэтому, несмотря на имевшиеся просчеты и ошибки, сохранялся вектор движения вперед и вверх. Инерция движения вперед сохранялась и после Сталина, и довольно длительное время. Однако, со все большим и большим торможением. Отказ от науки коммунизма, особенно отказ от диктатуры пролетариата, что было закоплено в программе на 22 съезде в 61 году, закономерно привел коммунистическую партию Советского Союза к сегодняшнему поражению социализма. Мы из этого должны извлечь соответствующие уроки. Вот на чем я хотел сосредоточить ваше внимание. Еще хочу на одном моменте остановиться. Вот такой интересный момент. В 1950 году, когда в Китае произошла революция, ну, а революция произошла раньше, но в 1950 году, Мал Цзюдун, руководитель Компартии Китая, приехал в Москву, ну, для обмена опытом, мнениями, и во встрече с Иосифом Иосифовым Сталином, он заявил, что вот мы у себя, ну, среди прочих вопросов, которые они обсуждали, он заявил, что вот мы у себя в Китае строим социализм с китайской спецификой. Вот. На что Иосиф Иосиф Иосифович ответил, что не бывает социализма русского, английского, французского, немецкого, итальянского, как нет и китайского. Есть один социализм, марксистско-ленинский. Другое дело, что при построении социализма необходимо обязательно учитывать специфические особенности той или иной страны. Но социализм – это наука, обязательно имеющая, как и всякая наука, общие закономерности. И стоит лишь отойти от них, как построение социализма обречено на неизбежную неудачу. Вот так ответил Иосиф Иосиф Иосифович Мао-Ци-Дуна. Это, значит, в процессе беседы он, значит, как бы остановился на том, а какими же признаками должен обладать научный социализм. Вот давайте вот я эти признаки, то, что Сталин обнародовал и объявил Мао-Ци-Дуну, вот вы их послушайте и сами увидите, что когда такие признаки в наличии, социализм существует. И был ли он у нас в Советском Сибири? Вот общие, как бы, признаки социализма и общие закономерности, которые нужно соблюдать при его построении, в изложении Сталина. Первое. Сталин сказал, это прежде всего диктатура пролетариата. Государство рабочих и крестьян при руководящей роли самого революционного класса в истории рабочего класса. Только этот класс способен построить социализм, подавить сопротивление эксплуататоров и мелкой буржуазии. То есть, этот признак у нас, в принципе, существовал до определенного времени, как только отказались от диктатуры. Второй признак и закономерность построения социализма, изложения Сталина, это общественная собственность на основные средства и орудия производства. Экспроприация всех крупных заводов и фабрик и управление ими со стороны государства. Второй признак. Третий. Национализация всех капиталистических банков, слияние их в один государственный банк, и строжайший контроль за его деятельностью со стороны государства диктатуры пролетариата. Далее. Четвертый признак, по мнению Сталина. Научное, плановое ведение народного хозяйства из одного главного центра. Обязательное использование при построении социализма принципа от каждого по способности к каждому по его труду, распределения материальных благ в зависимости от качества и количества труда каждого. Это вот четвертый признак, по его мнению. Пятый признак и пятая закономерность. Обязательное господство марксистско-ленинской идеологии. Шестой. Создание таких вооруженных сил, которые бы позволяли защищать завоевание революции, всегда помнить, что революция только тогда что-либо стоит, если она может и умеет защищаться. И седьмой признак, и седьмая закономерность. Беспощадное вооруженное подавление контрреволюционеров и иностранной агентуры. Вот такие мысли изложил Иосиф Селёнов в беседе с Маук Задумом. Вот по той теме, может быть, которую я хотел до вас довести, ну, не совсем, может, полно, но то, что я хотел изложить вам. Пожалуйста, три вопроса. Я не знаю, по-разному понимали, но о том, что Сталин говорил о том, что надо преодолевать товарность. Вы помните, с вами изучали экономические проблемы социализма в СССР, и там очень даже он обращал внимание на то, что преодолевать надо товарность и переходить к продуктообмену. Он об этом, ну, может быть, он мало загубленный об этом не сказал. Да, опустил это. Но на этом принципе, с этим принципом марксизма он был согласен. Так вот, получается, если основа этих критерий, получается, в СССР социализма не был. Почему? Ну, потому что не все пункты и критерии. А так нет, почему? Работали над преодолением товарности. А и каким образом работали? Ведь у нас в Советском Союзе, кроме заработной платы, еще у нас существовали общественные фонды потребления. это во-первых. Во-вторых, вы знаете, что у нас бесплатное образование, бесплатная медицина, это разве не преодоление товарности, а общественные фонды потребления. Вот, поэтому... Я бы на самом деле взял, например, не Советский Союз, а Китай, раз уж вы про Китай говорили. И то, что вы как раз говорите, первая часть, где тезисы Ленина, и вторая часть тезисы Сталина. Первая часть про Ленина был тезис, что должна вестись борьба новыми способами. Мы власть захватили, должны с капитализмом вести борьбу новыми способами. с Берей или борьбой с неукручиваемыми. Вы, наверное, не совсем поняли, вот эти, что я называл, пункты, это не мысли Ленина именно, что пункты, которые характерны для... А цитаты были из Ленина, но это не полностью коррекция, то есть это мысли уже авторов статьи, которой я пользовался. Ну, хорошо, давайте так, то есть с первой статьи вот, что должна идти борьба с мелкими буржуями, с мелким производством, а в принципе товарищ Сталин то же самое говорил, что вот нужен государственный банк, борьба с мелкими банками. Должен быть план, план опять же, всех мелких... И Ленин об этом говорил, помните, мы с вами изучали работу в 17-м году, которую он написал, и улетел из головы перед революцией. Он там тоже говорил о слиянии банков и о национализации борьбе, чем катастрофе. Да, да, спасибо, грязнящая катастрофа. Мы помним, был банк один, была борьба с мелкими. А в Китае же сейчас тоже, в принципе, фактически один государственный банк, не считая того, что у них есть, так сказать, своя обширная зона. Значит, в Китае, если мы решили обратиться к сегодняшнему Китаю, то трудно сказать, что там сейчас. Там, конечно, официально существует социализм, официально, но не все признаки воплощаются. Банк один, но дело в том, что... То есть третий тезис, который выдвигался... Там не все вопросы, допустим, крупная промышленность, не вся в руках государства, вот. Не полностью, мне кажется, осуществляется там диктатура, пролитарианная... Погодите, у них было даже неопределение, что при социализме вся крупная должна быть собственностью. Государственной. Речь идет о том, что государство должно как раз бороться с капитализмом, и все капиталистические предприятия постепенно переводить на государственные рейсы. Вот они постепенно перебудут. А у них наоборот? А то у них доля собственности растет все время. в Китае кто это тебе сказал? По статистике. Ну не знаю, я такой статистик. у них дело в том, что проблема в чем? У них экономика очень сильно растет, и поэтому количество миллиардеров и миллионеров тоже растет. Но при этом скорость роста государственного сектора превышает скорость частного сектора. и что ты хочешь сказать? Я к чему веду, что у них борьба с капитализмом идет, у них все больше и больше государственной части, чем и сегодня. Хорошо, если это закончится победой социализма, я, например, в этом не уверен, что у них в Китае закончится победа социализма. социализм не говорит, что это обеспечивает стопроцентную победу. В самом начале было написано, что это движение, что это действие. Да. Что это движение. Это движение. Только Советский Союз не дошел, а вопрос Китай дойдет или не дойдет. Поэтому я предлагаю рассмотреть тезисы Сталина, двигаются ли они по ним или нигде. Вот Госбанк мы объявили. Да, давай. Дальше. План. Плановая доля экономики у них все больше и больше. Вот они сейчас планово они пристраивают всю экономику, чтобы сделать новый великий шелковый путь. Мега-проект, который контролируется и планируется именно государством. То есть доля планирования опять же государство все растет? Ну, я не знаю. Я тут затрудняюсь. Я не настолько хорошо изучил экономику Китая и политику, что там происходит. Но я далеко не уверен, что то, что происходит в Китае идет по пути развития социализма к коммунизму. Я далеко в этом не уверен. Ну, хорошо. А следующий вопрос. Допустим, вот в конце в самом тезисах Сталина это вооруженные силы и подавление так сказать на агентов. Китай, по-моему, как раз с этим вот борется и чем дальше тем он все больше и больше закручивается. Хорошо, если так. И опять же, армия у них есть еще народная армия, которая тоже чистая. Хорошо, если так. А как насчет диктатуры пролетариата у них? А вот тут мы возвращаемся к первой статье. А вот пока диктатура пролетариата это хорошо, она кто ее осуществляет на практике? Кто ее осуществляет на практике? Мы с вами сколько работ изучили уже Владимир Ильичаков. Как осуществлять на практике диктатуру пролетариата? Мы можем встретить состав в народных депутатах. Да. Партия, партия. Вот, вероятно. Рабочие там есть? Значит, именно рабочие пролетариаты диктатура пролетариата заключается в том, что пролетариат диктует условия. То есть, его коренные интересы должны быть представлены во всех органах власти, в идеологии и так далее, и так далее. А существует ли это все в Китае? Действительно ли это все так? Представлены коренные интересы во власти, в партии, куда принимают и бизнесменов китайских варь. Тогда мы должны смотреть на остальные пункты. Если двое растет, то, наверное, это значит не диктатура пролетариата. Если растет, то я, например, такими сведениями не располагаю. Я, например, считаю, что там далеко не так. Ну, хорошо, идеология. Идеология у них все больше коммунистическая или все больше бунжарственная? Значит, здесь, мне кажется, проникновение, я не уверен, как это правильно охарактеризовать, но мне кажется, что туда, в идеологии, которая существует сейчас в этом государстве, очень сильно проникла мелкобуржуазная идеология. Мелкобуржуазная. Она не соответствует. Да, она с самого начала была. Потому что, да, сам по себе рабочий класс китайский очень слаб. И он растет, но дело в том, что количественное изменение еще не значит качественное. Планы по повышению пенсионного возраста в Китае это какая делая, буржуазная или коммунистическая? Ну это бы уже разная скорее финансия. Ну то что там никуда не денешься. Ты что, все-таки выключай, Саша? Что, остальные пункты не будем? Там еще осталась общественная собственность. Ну и что? Ну, китай, или больше общественной собственности? Или вечно было до этого? Я затрудняюсь сказать, но там очень большой процент, очень большой процент частной собственности. По-прежнему. в том числе и на крупное производство. А больше ли там или меньше? То есть взять переселение Китая? Опять же надо исходить опять же исходить из вопроса каким интересом, чьим интересом все это отвечает то, что там происходит. Как говорил Владимир Владимирович, разыскивать интересы тех или иных классов во всех заявлениях, лозунгах и прочих. большая часть Китая этот центр там промышленный, там пролетариат и он там за социализм. На юге у них там белые движения глушат. Я не уверен, что там весь пролетариат за социализм. Хорошо? Я же не говорю, что там все 100% все. Конечно, там 20% по теории этого распределения. То есть всегда найдутся самые дураки и самые такие передовые пролетариат, выделяющиеся из общей массы рабочих. Посмотрите, такой пример из первой работы статьи, что при социализме социалистическое государство дает все больше и больше возможностей для развития людей. Да. А лучше в Китае взяли и запретили, ограничили количество времени, которое детям разрешается играть за компьютеры, сократили активно всякие развлекательные вещи и соответственно тем больше выделили время для развития детей. Причем это сделала партия диктатурой на зло капиталистам, потому что капиталисты на этом теряют деньги. И вот вам, пожалуйста, диктатура пролетариата. Это было замечательно. Ну, нас рассудит история, Саша. Посмотрит. У нас тут молодежь. Сейчас мы не можем про Китай, но сейчас ничего не можем. мне бы хотелось без цилизма сейчас жить или когда-нибудь потом. А причем Китай и мы... Так вот право Китай пищать. Китай и Китай и Китай. Затянувшийся НЭП, наверное, так же можно сказать? Можно ли это ошибочно? Скорее всего... Нет, не НЭП. Дело в общем. НЭП, ведь это же было как бы... Для чего был объявлен НЭП в нашей стране? Для того, чтобы решить проблемы экономические, те, которые не были решены слабым капитализмом у нас в России. То есть капитализм недостаточно был развит, недостаточно экономически развит, чтобы экономику капиталистическую взять и поставить как бы в обслуживании коренных интересов рабочего класса. То есть нужно было развить экономику, чтобы удовлетворять потребности, хотя бы минимальные, очень мало было продуктов необходимых для жизни. Вот для чего был НЭП. То есть использовать тот капитализм, который был введен, но его отличительная особенность была, что все это существовало наряду с социалистическим производством, которое уже существовало и оно было главенствующим наряду с тем капитализмом, с теми капиталистическими отношениями, которые были внедрены в результате НЭПа. И под контролем диктатуры пролетариата все это происходило. И как только появилась возможность избавиться от этих мелкобуржуазных всяких там и от этих капиталистических отношений так НЭП был сразу свернут. Понимаешь? А тут неизвестно, как решит еще руководство Китая. Будет оно сворачивать, если этот НЭП и насколько и не победит ли именно эти буржуазные капиталистические отношения, не победят ли социалистическое производство. Вот еще вопрос. Ситуация не в количестве людей, а в качестве. Так ситуация у них с бедностью еще хуже. У них там была совсем забита развит, конечно. Мы тогда советские автомобили увидели, самолеты. В 30-х годах. А китайские самолеты автомобили мы когда увидели? В 2020-м? Ну максимум в 2010-м. Ладно, хорошо. А до этого у них вообще ничего не было. Черезинная машинка это кармин с лобом. Наш спор расследит только историю. Понимаешь? Я вообще-то за то, конечно, социализм, который существует сейчас в Китае, пусть он, конечно, очень слабый, но, чтобы он двигался в направлении развития в сторону коммунизма, а не не успеть как существует там тенденция к капитализму. в чем проблема. Что победит, какая тенденция победит, я затрудняюсь сказать сейчас. Я просто чего-то вас мучаю, потому что надо меня мучить. Первая статья празд была и закончилась стать в том, что мы должны извлечь уроки из истории Советского Союза. Конечно, их должны извлечь. Да, а у нас сейчас Китай, собственно, уроки-то из его истории не извлечь. Нет, Китай как раз не очень показательен, потому что там не социалисты. Потому что он декларирован, но насколько он если мы будем ориентироваться на Китай, то насколько какую-то пользу нам принесет, я не уверен, что это принесет нам какую-то пользу. Потому что те действия, которые там происходят, они не совсем соответствуют марксистско-ленинской теории. не совсем. Но мы должны сказать конкретнее, что раз он нам двигается в сторону социализма, то что, они двигаются в сторону капитализма? Да, к сожалению, на мой взгляд, в некоторых вопросах идет развитие в сторону поставления капитализма. А какая тенденция победит? Я сейчас не могу сказать. Почему у нас марксистско-ленинская наука? Наука на основании научных знаний может добавить прогнозы на будущее. Вот наш прогноз-то какой? Так какой прогноз? Мы же не знаем, как будут развиваться события, какие силы преобладают. То ли капиталистическая тенденция возобладает, то ли коммунистическая. Мы не знаем, как мы можем делать прогнозы, не зная. Если физик не знает, что будет с водой при закипывании до 100 градусов, то какой же он физик? Он только не научит. Ну и что ты какой можешь научный вывод сделать? Погодите, вот 7 пунктов. Я не могу, вот я не готов к такому выводу однозначному. 7 пунктов, которые выводы. По этим пунктам, тем более, я не готов сделать вывод. Понятно, что вы говорите. Хорошо. Я к тому, что вопросу слава, что цифры вот. Не цифры нет. Ты же делаешь цифры, что? В статистике. Если делать какие-то выводы, нужно на руках иметь цифры определенные. И не только цифры. А факты какие-то, нужно иметь. Ну да, факты цифры. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok